Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хайзин. Начинаю отвечать на вопросы послушателей. Напоминаю телефон прямого эфира 8495-788-107-0. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте, Михаил. Владимир говорит. Да. Вот я понимаю, чем дело. Вспомнил здесь недавно работу Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке». Очень интересная работа, в частности, она там все хоро-право списана о той ситуации, которая сегодня происходит в мире, вы понимаете, чем дело. Что я хочу сказать. Почему мы боимся сказать, что все-таки социалистическая форма управления или хозяйством, она более прогрессивная, чем капиталистическая. Советский Союз не является примером. Спасибо. Значит, я хочу сказать сразу, это происходит по одной единственной причине, потому что сегодня правило игры определяет капитализм. И он, естественно, все, что связано со социализмом, плевает грязью. Вот и все. Ответ очень простой. Хотя на самом деле, в рамках сегодняшней ситуации, вне всякого сомнения, социалистическая схема управления, а если ее правильно выстроить, более эффективна. Здравствуйте, слушаю вас. Михаил, здравствуйте. Андрей, Москва. Михаил, прошу вас потратить немножко времени объяснить, вот каким образом чисто механически происходит зависимость Минфина от МВФ? А, нет, это очень просто. Дело в том, что на протяжении 90-х, первого, начала 2000-х годов, любые назначения в России, особенно в финансо-экономическом блоке, согласовывались с Западом. Отдельные исключения, когда, например, назначили Плеванова руководителем господского имущества, вызвали Димаш со стороны МВФ. МВФ сказал, что просто перестанет выдавать кредиты, если Плеванов не будет уволен. Это такая наиболее яркая ситуация. Но вообще говоря, это все решалось на уровне администрации президента уже в конце 90-х, начале 2000-х, где сначала Юмашев, а потом Волошин просто впрямую получали прямые указания. Ну и Чубайс тоже, который со своим другом Саммерсом непрерывно на эту тему разговаривал. То есть это все происходило, как учил Березовский, зачем покупать компанию, когда можно купить менеджмент. Сегодня ситуация немножко меняется, очень немножко, потому что и команда Медведева, которая сегодня работает в правительстве, и команда Набиулиной, которая работает в Центральной банке, это люди напрямую связанные с МВФ и как бы и мировой финансовой мафии. Напоминаю, Набиулина еще в середине 90-х была ответственным секретарем правительственной комиссии по связям с международными финансовыми организациями, то есть тем же МВФ. А Шувалов как бы сделал свою карьеру в рамках госского имущества, начинал свою карьеру организацией, которая просто напрямую курировалась американскими консультантами, которых, кстати, и пытался выгнать Поливанов. И кроме того, как бы люди, которые там эту ситуацию контролировали, они отлично знают, у них есть копии документов, на которых стоит подпись Шувалова, в которых есть прямое нарушение законодательства по приватизационным сделкам. Мы эти документы не видим и увидеть не можем, а у них есть копии. И по этой причине, я думаю, что тут даже и вопросов нет, как это технически осуществляется. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Михаил. В принципе, я вообще-то говоря с вами целиком и полностью согласен. У меня грамотежки экономической хватает. У меня высшее образование, соответственно. Но я бы хотел задать вам пару вопросов, если позволите. Констатация фактов. Да, действительно, оценка существующей ситуации целиком и полностью эквивалентна тому, что мы наблюдаем сейчас. Но вот хотелось бы узнать ваше мнение. Существует ли, в принципе, что-то вроде водяного перемирия, как у Киплинга, чтобы какую-то такую благостную картину в мировом масштабе нарисовать, когда никто никого не кусает и вместе с тем все благополучно сосуществуют. И второй вопрос в связи с этим. Если нет, то не получается ли, что рано или поздно мы сползем, увы, к Третьей мировой войне за передел рынка? Значит, нарисовать благостную картинку невозможно, потому что идет отчаянная драка. Вот я говорил, на самом деле, даже не двух, а трех команд. И каждый из них понимает, одна из них уже сегодня слабее, чем другие. И по этой причине она не может не драться. Вообще, когда есть три команды, то одна из них всегда слабее, чем другие. Поэтому она будет драться, иначе она просто исчезнет. А что касается Третьей мировой войны, то и одна из этих сил, это МВФ, международные финансисты, очень хотят Третью мировую войну. И все делают для того, чтобы ее разжечь. Нужно отдавать себе в этом отчет. Ну вот тут уж никуда не денешься. Ну вот жизнь такая. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Александр Германия, Франкс Майк. Вот у меня такой вопрос. А вот в связи с событиями в Сирии, А почему бы, например, Ирану, потому что Иран, это же понятно, что они, допустим, следующие, да? И почему бы Ирану не сделать такой ход и не нанести удар по Саудовской Аравии? Я думаю, что у Ирана есть масса возможностей. Но нужно понимать, Иран — это государство, которое крайне договороспособное, крайне очень грамотно ведущую свою политику, и главное, реально независимое сегодня. То есть оно принимает решения, исходя из своих собственных интересов. Там элита не куплена. Там есть разные фракции в элите, но в общем и целом они принимают решения самостоятельно. Иран в этом смысле удивительное государство. Причем оно таким стало в результате некоторых очень сложных процессов в мировой политике. И уж разумеется, они не будут выступать на мировой арене в качестве агрессора. Они уже сказали, что атаку на Сирию они воспринимают как объявление войны себе. И в этом смысле, если удар по Сирии будет нанесен, они, конечно, примут некоторые меры. Но я правда думаю, что не по Саудовской Аравии они будут удар наносить, а по Израилю. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Здравствуйте. Михаил Петербург. У меня два-три вопроса, если можно. Только вы знаете, я не в состоянии в прямом эфире запоминать вопросы. Поэтому либо вы будете задавать последовательно, а я отвечу. Хорошо, кратенько давайте. Чем закончилась история с национальной платежной системой? Ничем не закончилась. Все это как бы американцы ее прикрыли. Плохерили, понятно. И второй вопрос. Как вы относитесь к версии, что Кеннеди убили из-за попытки ввести серебряный доллар в пику финансовой системы мировой? Ну, версии теперь можно придумывать сколько угодно. Правда мы, скорее всего, не знаем. Я понял. И третий вопрос. А почему бы России не устроить массу эвакуации кораблями своих граждан из порта Сирии в течение, так, месяца двух-трех, ведя туда гражданские суда под охраной наших военных? Ну, потому что никто нам не позволит соответственно этим заниматься два или три месяца. Будет сказано, хотите эвакуацию, у вас есть три дня быстренько, 20 самолетов присылаете и эвакуируете всех? Ну, очевидно совершенно. Еще раз повторю, те силы, которые хотят войну, они не могут себе позволить ждать, там, хлопать ушами или еще чего-то. У них ситуация аховая. Если они этого не сделали, у них сейчас есть две задачи. Организовать войну и назначить Саммерс на место руководителя Федеральной резервной системы США вместо Бернанки. Вот это две задачи, которые они должны решить обязательно. Причем решение одной из них приближает решение другой. Так что вот из этого нужно исходить. Экономика по-русски или особенности национальной экономики. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин, напоминаю, телефон прямого эфира 8495-788-107-0. Продолжаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Сначала небольшой комментарий, если можно. и два коротких вопроса в одном флаконе. Значит, последние 5-7 лет я слежу за вашей деятельностью, в частности, ваши прогнозы по поводу падения доллара, падения США и так далее. Значит, в связи с этим у меня вот такой вопрос. В Соединенных Штатах растет количество людей, получающих всевозможную государственную помощь, уже около 100 миллионов человек. Также в Соединенных Штатах растет внешний долг, который подходит к 18 триллионам. Не являются ли две эти вещи частью экономики США и частью мировой экономики, за которую, в частности, будут расплачиваться все остальные, и никакого падения ни доллара, ни США не произойдет? Вы знаете, я никогда ничего не говорил по поводу того, что доллар упадет очень сильно или еще чего-то. Я говорил в начале двухтысячных о том, что доллар упадет, и он действительно упал с тех пор, раза в два как минимум. Было 0,68, по-моему, относительно евро, а стало там в пике 1,4. Но это в данном случае не принципиально. У нас книжка называется, в ней написано «Закат империи доллара». Речь идет о том, что мировая финансовая система, построенная на долларе, будет рассыпаться. Мы это видим своими глазами. А что касается расплачиваться за США, я вам, я сегодня в своем выступлении рассказал схему. Современная финансовая система, построенная на долларе, устроена так, что чем дальше от эмиссионного центра, то есть от США, тем больше платишь ренту, такую постоянную, в виде процентов за кредиты. Так что я не вижу тут никаких. Другое дело, что это уже долго не получается. Я говорил также о том, что мировая финансовая элита, для которой эту ренту получать принципиально, категорически не желает, чтобы эта система разрушалась и прилагает, и как бы, и выпрыгивает из штанов для того, чтобы развязать, ну, может быть, не Третью мировую войну, но крупную региональную войну, чтобы на нее списать все свои обиды и все свои долги. Ну, это же очевидно совершенно. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Алексей, Москва. Не подскажете вот такой вопросик. Если рассматривать историю, то в свое время Российская империя и Советский Союз, они имели мощную, ну, в общем-то, мощную или недостаточно мощную идеологию, по-другому оценивать можно. Вот. И волю, силу. В данный момент Россия не имеет ни того, ни другого для удержания той гигантской территории, для поддержания порядка, которую она пытается удерживать. И, скажем так, центростремительные все вот эти процессы, которые у нас идут, мы уже видим восстание в Пугачеве или еще где-то происходит. Народ собирается бунтовать. Ваши прогнозы, к чему все это может привести при той власти, при том процессе, который происходит у нас сейчас? Потому что, например, урезание социальных программ это типичные картины, признаки кризиса, нарастающего. Кризис идет уже 10 месяцев, спад, и в этом смысле понятно, что ничего хорошего там в социалке и в других местах не будет. Абсолютно понятно, что нынешнее государство не дееспособно, в том числе потому, что в нем идет жесточайшая схватка между двумя частями элиты, одна из которых абсолютно компрадорская, которая, собственно, и определяет сегодня финансово-экономическую политику и другая часть, которая, в общем, понимает, что надо ориентироваться и создавать что-то на своей собственной базе. Я сейчас не буду говорить о недостатках и той, и другой, о коррупции, о крайне низкой квалификации и т.д. и т.п. Это все имеет место, но смотреть-то надо на картинку, условно говоря, сверху, а не снизу. Вот сверху до тех пор, пока вот эта компрадорская часть не будет вывеждена, никакого позитива в стране не будет. Другое дело, что этот процесс, победа над ней будет очень длительной и очень тяжелой. Но я не исключаю, что экономика придет в еще худшее состояние. Но тут же ничего нельзя сделать. В некотором смысле мы тоже виноваты, поскольку мы в конце 80-х, в начале 90-х поверили либеральным лозунгам. Это была серьезная ошибка. Здравствуйте. Алло. 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 Да, радио. Алло, здравствуйте. Михаил, скажите, вот положение нашей страны напоминает как будто последние дни Византии, понимаете, вот. Очень тревожно и то, что вы говорите. Как мы можем из этого выбраться, в общем-то? Ну, понимаете, мы не можем выбраться, потому что, во-первых, у народа, как всегда, есть возможность только безмолвствовать или, наоборот, выступать, но не принимать решения. А во-вторых, потому что объективно очень тяжелая ситуация. Сегодня у нас есть направление, да, теоретически мы должны в экономическом плане заниматься импортозамещением, что позволит обеспечить на там среднесрочном периоде, на 10-15 лет экономический рост, нам нужно геополитически расширять таможенный союз, и нам надо, безусловно, как бы очень аккуратно разбираться с нашей элитой. Но для этого нужно что-то делать. Я обращаю ваше внимание, что ни одного нормального политика на выборах в Москве на пост мэра не было. То есть были все или ничтожества, или ублюдки. И в этой ситуации трудно, да, то есть кто-то должен какую-то инициативу проявлять. Без этого не получится. Но давайте отдадим себе в этом отчет.